Преступность в виртуальном пространстве явление относительно новое, но с каждым годом она набирает обороты. В 2020 году было выявлено 2046 преступлений, в этом году 1619. Уменьшение преступлений во многом заслуга именно профилактической работы. Но, к сожалению, увеличилось число тяжких преступлений, где причинен ущерб гражданам в особо крупном размере. В 2020 году по Брестской области таких было 11, а в 2021 уже 48. Именно поэтому целью встречи сотрудников УВД Брестского облсполкома со студентами БРГТУ стало обсуждение важной темы повышения цифровой грамотности и безопасности. К сожалению, преступники, которых мы изобличаем в совершении таких преступлений и правонарушений, это достаточно молодое поколение. Порой это школьники, иногда это студенты. Нами изобличено более десятка молодых людей, которые являлись студентами, которые причастны к совершению хищения денежных средств в особо крупном размере со счетов наших граждан. К сожалению, за данный вид преступления предусмотрена значительная ответственность, в частности более 8 лет лишения свободы. Почему важно вести диалог именно с молодежью? Потому что за ней будущее. Интернет – это их среда, и важно, чтобы она стала для них базой для обучения и успешного выстраивания жизни, а не элементом разрушений, прямой дорогой к совершению преступлений. Профилактика киберпреступности является одним из актуальных направлений работы Брестского государственного технического университета. Наших студентов интересуют проблемы, связанные с мошенничеством в интернете. Они очень много времени и сами проводят в интернете, поэтому для того, чтобы обезопасить себя, они должны владеть определенной информацией. И в рамках сотрудничества с ОВД мы проводим данные мероприятия. Эти мероприятия пользуются спросом среди студентской молодежи. И, соответственно, ребята задают интересующие их вопросы, получают компетентные ответы. И, в принципе, у нас строится хорошая, добротная работа. На встрече анализировались схемы преступлений, приводились примеры уловок, на которые идут мошенники сегодня. Рассказывалось, как можно избежать таких ситуаций и как быть, если уже попал в ловушку. Каждый в зале слышал об этом, кто-то лично уже сталкивался, кто-то нет. Так или иначе, главное – предупрежден, значит вооружен. К счастью, у меня нет таких знакомых даже, и ситуации нет. Но я обязательно расскажу своей маме, бабушке также, о том, что такое случается. Потому что я считаю, что они не знают об этом. История связана с моей мамой. Мои мамы звонили именно с мобильного телефона, а не с Вайбера, якобы с банка, по поводу того, что кто-то хочет забрать деньги с ее счета. Однако мама заблокировала все счета и перезвонила в банк. Идем узнать, так это или нет. Но говорили настолько профессиональные мошенники, что можно было легко поверить. Достижения науки и техники создания всемирной сети интернет позволили преступности выйти на новый уровень и захватить киберпространство. Теперь абсолютно каждый пользователь глобальной паутины и гаджетов может стать жертвой в любой момент. Важно помнить это и всегда быть на чеку.